Привет, подписчикам и гостям, я Джетли, и меня снова кинули на бабки. И всё как вы любите, да. В июне я записалась к одному мастеру по дредосам, потому что мой мастер, у которого я обычно подплетаюсь, то ли не смог в этом месяце, то ли мы не нашли дату, в которую и она, и я свободна была, и мне пришлось как-то мониторить, искать другого мастера. В результате я нашла его в беседе с творческими людьми, ну там, короче, неважно. Вот, подплелась у неё нормально за 500 рублей, ну, потому что она как бы начинающий мастер по дредам, и о цене с ней можно договариваться, то есть обговаривать цену, и у неё нет какой-то фиксированной ставки. Короче, первый раз всё прошло good, отлично, нормально, как бы хорошо подплела, болезненно, всё как обычно, ну, бывает. Первый раз мне подплели только корни, ну, как мы договорились, на это ушло 5 часов, я даже могу сюда как бы вставить скрины, где вот сообщение, что я к ней пришла, стою у её подъезда, и сообщение, где мы всё закончили, и я иду домой. У нас на подготовку ушло примерно, ну, минут 20, может быть, 30, потому что, ну, во-первых, там я обувь снимала, что-то в комнату проходила, мы чай заваривали, то ещё 5-10, ну, короче, как-то так. В результате чистого времени, ну, примерно до 5 часов. Во второй раз я записывалась к ней в сентябре, вроде как, вот, и мы с ней договорились на 2000 за полное подплетение, то бишь, корни и всю длину. Во-первых, во-вторых, может быть, во второй раз я ей показывала, как хочу, чтобы она меня подплела. Ну, то есть у меня была фотка с подплетением, которое я хочу. Она сказала, что, да, она сделает, на это уйдёт больше времени, но, как бы, я знаю, да, что на мои волосы, на мои 38 дред, напоминаю, что у меня вот тут вот, вот такое вот расстояние, эта чёлка, да, уходит у того мастера, у которого я подплетаюсь, как бы, тоже за такую же цену, да, ну, может, сейчас уже чуть повыше, но, как бы, это неважно, потому что дело тут не в деньгах, а в качестве работы и договорённости, да. То есть я плачу те деньги, которые хочет мастер, и я получаю тот результат, который я хочу. На это уходило примерно 7-10 часов. Ну, это тоже, как бы, нечистое время работы, потому что мы там, там она меня иногда кормит, иногда я просто покупаю с собой еду, там угощаю её ребёнка, её угощаю, может, мы пиццу заказываем ещё. Ну, короче, тоже не суть. Но на это уходит больше 5 часов. То есть на нормальное подплетение, а не вот быстренько как-нибудь пробежаться, да, или подплести мне на парочках дред, так называемые узлы, да, которые образуются. Я вот сейчас, может быть, даже на этом покажу, наверное, не найду сейчас. Хотя у меня с утра обнаруживалось парочка петель, поэтому пофиг. Короче, факт в том, что на подплетение полностью и корней, и длины уходит больше 5 часов. Но в тот раз у нас ушло тоже 5 часов, потому что пришла она около 4 часов. Да, я выходила на улицу встречать, потому что я ещё хотела зайти в магазин. Она там потерялась в подъездах. Я её встретила, мы дошли, разделись. Я, короче, заварила чай, принесла дреда. То есть начали мы где-то примерно в 4.30. Мы начали заплетаться в комнате у родителей моих. Но потом пришла мама, и нам пришлось переходить в другую комнату, чтобы там доплестись. До того, как мы сели заплетаться, я ещё и передала до дреда, который она должна была, ну, типа, продать, там, предлагать людям, чтобы они ими подплелись, потому что мне было абсолютно, в принципе, пофиг, за какую сумму их продавать. Главное, чтобы они не лежали мёртвым грузом у меня. Хотя дреды классные, типа. Я за них довольно много отдала. Сейчас довольно известные мастерицы их делают. Мыло ещё и отдала для дред, которое как раз в моём магазине продаётся, чтобы она там тоже кому-нибудь его предлагала. Ну, короче, закончили мы примерно в 10 часов. И плюс ещё 30 минут мы ели. Я её как бы тоже покормила. Ну, я же не изверг. Да, человек ехал сначала, там, час ко мне потом заплетал. Я бы за 5 часов проголодалась. Я как бы, ну, да. Я хочу есть, когда мне подплетают, поэтому всегда с мастером, по крайней мере, тема, к которой я подплеталась, мы заказывали либо пиццу, либо Макдональдс, либо ещё что-нибудь. Её обязательно устраивали пережив на то, чтобы поесть. Вот. Ну, тут также я, короче, её покормила, отпустила. Потом написала ей данные от аккаунта Эдси, потому что мы договорились на то, чтобы она выкладывала на Эдси свои товары для Дредд, которые они делают. Они там ещё гальвайникой вроде занимались, с какой-то девочкой. Вот. И чтобы я там плела растички, да, для Дредд тоже, и они их тоже выкладывали. Потому что там и красиво сфоткаются в тематике Дредд. В результате, да, она сказала, что так как она, ну, не доплела длину, она приедет потом и доплетёт. Ну, короче, да, она уехала. Примерно в час, наверное, или в ноль. Чё там? Ну, короче, тоже скрины. Скрины, скрины. Вот я спрашиваю, доехала. Она говорит, всё, типа, иду домой. По скрину из Инстаграма я могу точно сказать, когда она ушла, потому что, я помню этот момент, она как раз поела, мы собирались, она вставала, и я ей отправила эту публикацию, потому что она попросила, типа, вот это таком-то отправить. То, что не были оговорены сроки, я считаю, что это только её зона ответственности, потому что нормальные мастера, которые подплетают, которые делают какие-то афропрически или даже делают татухи, они оговаривают всё в самом начале или хотя бы дают какие-то памятки. Вот я недавно, допустим, набивала татуху у начинающего мастера по татухам, да, линейным, и она мне дала памятку, что можно делать, что нельзя делать. У мастера, у которого я заплетала раньше дедреды, у неё были сроки, когда она может корректировать эти дреды, и она их говорила в начале, в моменте заплетения, типа, то, что есть две недели, когда она может скорректировать дедреды, если они плохо держатся, если они сползли, если с ними что-то вообще случилось, что она может скорректировать, если что-то случилось. Здесь мастер, как бы, мне не сказал вообще ничего о том, когда она может подъехать и доплести. Ну вот. И она сказала, когда я написала, что вот, типа, когда можно доплестись, вот, я хотела записаться на шестое, но я записалась, но она сказала, что, типа, какая сумма тебе удобна. Ну, опять же, наверное, поставлю скрин, что я спросила, время прошло ли, когда можно было заплетаться, потому что я ей писала в инстаграме, по поводу Эдси, правда, опять же, типа, удалось ли ей с ним совладать или нет. Она меня игнорила. Опять скрин, да? Вот, отправляла ей публикацию. Ну, я так это, очень поздно доехала, что она, видимо, в инстаграме не появляется. Ну, тут, да, тут, возможно, моя ошибка. Но, как бы, по срокам я не знала, что, когда. Может быть, она могла просто потом приехать, и мне просто вот длину, допустим, вот отсюда, вот так вот вниз скорректировать, потому что меня вот эта именно часть немножко напрягает тем, что она пушится. Я знаю, в принципе, как это заплести, чтобы она не пушилась. И тут у нас развязался конфликт в плане того, что раз она не доделала работу, но взяла полную предоплату и отказывается доделать работу. Я хочу вернуть половину стоимости, не считая того, что я ей давала на проезд, как бы, да, на то, на что мы договаривались. Но мастер сказала, что ничего возвращать не хочет, и даже с доплатой меня подплетать не будет. Предложила мне, типа, сотрудничать дальше, но я отказалась, потому что, как бы, нафиг надо. Я реально лучше сама сделаю, или найду просто других людей, с кем можно сотрудничать, которые будут соблюдать свои обещания, да, как бы, договоренности будут соблюдать, и не будут вот так вот, как бы, кидать на деньги. Потому что она знала, что я хочу, что я хочу получить. И она сказала, что она это сделает. И скажите, пожалуйста, как вы думаете, кто в этой ситуации прав? Мастер, который не доделал свою работу, и который отказался возмещать, скажем так, ту часть, которая не входила в эту стоимость, да? или клиент, который хочет получить то, на что он договорился, с доплатой или без доплаты, неважно. Просто, который хочет получить тот результат, о котором они с мастером договорились. Я прошу заметить, что сейчас я обращаю внимание на ситуацию не как человека, да, который плетет, а как мастера, который предоставляет услуги. То есть, пошли бы вы к такому мастеру, который не доделывает свою работу до конца, и не соблюдают договоренности. Еще, я не знаю, отдаст ли она мне Эдси, мой обратно, потому что насчет него она вообще молчит. Насчет вещей, я не знаю, так же опять передаст она мне их или нет. И раз мастеру абсолютно похеру, что там происходит у меня, да, по какой причине я не пишу и по какой причине, допустим, я не могу в тот или иной день приехать, потому что у меня есть работа нон-стоп, у меня недавно были некоторые проблемы, в том числе и с жильем, да, и совсем вокруг, в том числе с телефоном, то меня совершенно не интересует то, какие проблемы могли возникнуть у нее и по каким причинам она не предупредила меня о сроках. Всем спасибо за просмотр, вам я желаю как бы не попадаться на таких мастеров, вообще не попадать в такие ситуации, когда вас кто-то может обмануть, я надеюсь, что вы всегда сможете либо договориться, либо разрулить эту ситуацию, либо в самом лучшем случае в нее, конечно же, не попасть. Обязательно как бы проверяйте мастеров, готовьтесь вообще потерять всегда все. Вот, и всем спасибо за просмотр, всем пока!